Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня мы с вами рассматриваем украшения. Вот я положила перед вами то, что мы будем сегодня рассматривать. Тот, кто впервые на моем канале, я хочу представиться, я живу в Канаде. На моем канале мы рассматриваем не только украшения винтажные и не очень, а также покупки, походы по магазинам, обзор магазинов, примерки, в общем, все, что любят девочки. И сразу хочу попросить прощения за не слишком свежий маникюр. Я делаю салонный маникюр. К сожалению, не всегда есть время и возможность попасть в салон и сделать это, так сказать, тогда, когда нужно. Иногда бывает несколько дней задержкой, и я при этом все равно должна снимать видео. Кроме ютюба у меня есть работа, на которой я работаю каждый день. Поэтому не всегда есть возможность сделать ногти вовремя. Поэтому прошу меня простить еще раз. Я знаю, что это очень болезненная тема для тех, кто рассматривает украшения. Поэтому, пожалуйста, прошу вас вашего снисхождения. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем с самой простой и такой, ну, скажем, современной и не очень винтажной вещи. Вернее, я думаю, что совсем не винтажной. Это кулон. Я не всегда покупаю только винтаж, потому что иногда есть вещи, которые современные, но они не менее, так сказать, симпатичные и вообще мне нравятся. Стоил он 6 долларов. И это компания довольно известная Чикос, которая у нас считается, ну, в общем, не очень дешевой компанией. Видите, это, конечно, современное украшение Чикос. Чикос это магазин, который производит, продает одежду и украшения. И украшение, в принципе, одежда довольно высокого качества и поэтому не дешевая, совсем не дешевая. И я его купила, это украшение, потому что мне понравилось вот то, что оно, видите, разного цвета, разная такая вот битая мятая текстура в металле, кожаный ремешок, очень удобная застежка, большой такой класп, удлинительная цепочка и вот здесь вот есть маркировочка Чикос. И выглядит оно на шее очень симпатично, современное, но такой, знаете, гранж немножко стиль, но классно. Мне нравятся такие вещи, оно своеобразное, необычное и очень может подчеркнуть, какой-то украсить, какую-то одежду. К нему очень легко подобрать серьги, потому что, видите, все цвета золото, серебро, какой-то вот такой вот металл, медный, медный цвет. Это такая довольно тяжелая здесь элемент, медальон, эти плоские. В общем, вот такая вот, простенькая, но я считаю, симпатичная вещь. За 6 долларов вполне, вполне себе ничего. У меня сегодня несколько украшений вот таких вот в стиле новогодних, крисмасных, нарядных, театральных, так скажем, кристаллы белые и разные. У меня есть несколько таких украшений, я не считаю, что их можно носить только на большой выход, на большие праздники. Честно говоря, я смотря с какой одеждой, я считаю, что вполне можно их носить и на каждый день, смотря с чем сочетать. Вот, я купила его за 6 долларов. Итак, украшение праздничное, но не только. Я не могу понять его, так сказать, происхождение. Меня немножко смущает некоторые вещи в нем. Вроде бы на вид оно такое винтажненькое. Вот застежечка такая винтажная. Но меня немножко смущает вот задняя часть, задняя сторона вот этой застежки. Уж больно она какая-то выглядит как новая. Какая-то как будто бы, знаете, вот штамповка. Вот, поэтому вот с этой стороны вроде винтаж, а вот так вроде и нет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Маркировок никаких нет, поэтому я затрудняюсь сказать. Ну, так сделано, вроде нормально все, аккуратненько. Ой, не попадаю, попадаю. Вот. Вот такое вот. Я не могу никогда пройти мимо вот этих вот блесток и кристаллов. Не знаю, сколько у меня их есть. А у меня их есть много. Мне все равно всегда они просто западают в душу. Я всегда их покупаю. Стоило оно 6 долларов, я уже вам сказала, по-моему. И вот так вот выглядит его обратная сторона. И по ней тоже очень трудно сказать, современное оно или нет. Но вы, девочки, у меня знаете лучше, намного лучше меня понимаете. Мне кажется, что вы мне напишите, насколько оно современное или нет. Вы уже мне много чего писали, помогали. Очень часто вы учите меня и даете мне очень правильные советы и замечания. Я очень это ценю, потому что я, в общем, небольшой специалист. Я все покупаю на, знаете, шестым чувством каким-то. Но иногда оно меня тоже подводит. Или я просто покупаю что-то, что мне нравится. Понимаю, что это никакой не винтаж. Но просто мне это нравится и вызывает у меня какие-то эмоции. И мне хочется это иметь. Еще одно украшение. Ой, у меня тут все зацепилось. Сейчас, сейчас, сейчас. Это другое, это не отсюда, это потом. Очень похожее на предыдущее. Тоже затрудняюсь сказать его возраст. Стоило оно вообще 4 доллара. Я подумала, что за 4 доллара я его возьму. Ну, а там уж мы разберемся с вами все вместе. Так, отрезаем. Ну, что вам сказать. Красивая вот такая вот фигурная, фигурная центральная часть. С темно-темно-синим кристаллом. У меня, кстати, есть похожие серьги. Не совсем. Я вот их поленилась найти. А на самом деле у меня есть такого типа серьги. Вот такие тоже под старину. Они, конечно, не винтажные. А вот это украшение я... Вот мне почему-то кажется больше оно мне напоминает винтажное, чем вот это. Значит, застежка у него тоже, видите, вот таким вот образом сделана. И как-то вот она выглядит по-другому. Вот я не знаю, в чем тут дело. Но я должна сказать, что вот это как-то больше напоминает мне винтажное. Хотя я 100% сказать не могу. Вот. Маркировок нет. Обратная сторона его выглядит вот так. Такая вот пайка спаянная. Ну, не знаю. Что-то как-то вот мне напоминает, оно почему-то кажется больше винтажным. Почему? Потому что вот некоторые это кристаллы немножко пожелтевшие. Это как бы говорит о возрасте украшения, мне кажется. И... В принципе... Не знаю. Может быть, еще потому что фасон такой... Знаете, такой дизайн такой винтажный. Это, кстати, даже дизайн не очень винтажный. А вот это вот имеет какой-то более винтажный дизайн. Поэтому я склоняюсь к тому, что оно более винтажное. Хотя... Сейчас так делают. Очень трудно иногда отличить. Современные делают. Очень похоже на винтаж. Ну, пайка вот эта вот как-то. Но вот видите, когда нет маркировок, очень трудно понять. И когда невозможно это найти на онлайн, в интернете. Тоже очень трудно понять и разобраться, что к чему. Потому что, на самом деле, очень много вещей похожих. Очень много таких... Даже не подделок, а стилизации под винтаж. Поэтому очень затруднительно определить, что к чему. Следующие бусы у нас. Следующие у нас бусы. Ну, вот эти бусы точно винтажные. Я... Ой, нет. Лишние, девочки. Сегодня у меня что-то все за все цепляется. И показ происходит в какой-то беспорядочной форме. Потому что я показываю не так, как я планировала. Вот. Они стоили 7 долларов. Значит, немножко подороже, чем... Чем предыдущее украшение. Но, вы знаете, несмотря на то, что это вот такой вот свершеннейший пластик. Мне они очень понравились. И я решила их купить. Они такие необычные, такие интересные. Ну, вот по застежечке можно сказать, что... Что это винтаж, конечно. Такие застежки больше сейчас не делают. Маркировок тоже никаких не нашла я. И, вы знаете, так интересно сделана застежка. В принципе, они налепили сюда. Все бусины практически похожие, которые есть на самих бусах. Ой, тут у меня, видите, отогнулось. Лапка надо ее... Сейчас, сейчас, сейчас. Так, не буду. А то я своими левыми руками сейчас все сломаю. Они сюда, значит, на застежку прилепили бусы, похожие на те, что есть на самих бусах. Хотя они маленькие, мельче. Видите, здесь бусины крупные, а на застежке такие маленькие. И вот эту вот... Шлепнули вот эту вот большую бусу, бусину, из которой, которая, в принципе, составляет определенную часть этих бус. И она, конечно, здесь как-то выглядит криво, косо, непонятно, зачем они ее... Она как-то не очень хорошо выглядит. При этом, знаете, как интересно? Вот эта вот шапочка здесь находится, если вы видите, вот тут вот шапочка. И вот здесь вот еще одна, которая, судя по всему, слетела. Вот, видите? Ее надо поправить, потому что она должна быть вот здесь, вот на верхушке этой бусины. Она как-то сползла. Вот. Вот, застежку. Я считаю, что они тут накулемали вот этого всего, конечно. Можно было обойтись без этой, потому что это выглядит как-то странно. Но неважно. Сами по себе бусы вот такие вот симпатичные. Очень состоят из таких вот красивых, интересных бусин. Самое интересное, это вот эти вот бусины сиреневые. Видите, есть большие и маленькие. Очень красивые бусины с шапочками. И очень красивые шапочки. Видите, вот такие вот разные. Есть такие, есть такие. Есть просто без шапочек. Сиренево-синих расцветок. Я люблю очень такие бусы. Они, конечно, такие, в принципе, старомодные. Прям такой винтаж-минтаж. Но в определенных аутфитах они могут очень мило, симпатично выглядеть и смотреться. Они не длинные, они коротенькие. Знаете, не все любят это носить и не все такое носят, но я люблю палочка моя. Потому что, не знаю, мне кажется, что любой винтаж можно стилизовать в современной одежде, если просто делать это как-то правильно. Я не говорю, что я уже такой специалист стилизовки, стилизованию, вернее, винтажа. Но, не знаю. Я люблю вот такие вот красивые разноцветные бусины, шапочки. Так это все красиво переливается. Посмотрите, какие они прекрасные. Не смогла их оставить, решила купить. Тем более, что стоили они, ну, 7 долларов. Да-да, такие у нас сейчас цены. Следующее украшение это браслет, который у меня за эти бусы зацепился и пришлось мне его отцеплять. Так, цена у меня его свалилась. Не помню, он стоил совсем дорого. А, у него не было ценника. Я подошла к продавцу, попросила его оценить. Они поставили на него цену 4 доллара. Я подумала, очень хорошо. Посмотрите, это натуральные камни. Не знаю, как называются они. Но это натуральный камень. Они такие холодненькие, звенят хорошо. Я думаю, что это винтажный браслет. Есть очень много такого типа браслетов. Вот такие металлические пластины. И на них приклеены разные камушки. Есть из разных камней состоящие. И они, да, винтажные. Многие из них эти браслеты. Тем более, что по обратной стороне видно, что он не очень новый. Видите, он такой какой-то, ну такой, поношенный трухи. Маркировок нету никаких. Обычно на них и не бывает никаких маркировок на этих браслетах. Но, как правило, они действительно сделаны где-то, может быть, 70-х, 80-х годов. Иногда даже раньше. Так, я плохо вижу, поэтому застегиваю его. Видите, мне очень понравились эти камни. Крупные, большие. У них еще есть проблема, что иногда эти камни отваливаются. Потому что они приклеены плохо. Но, видите, вот здесь вот виден клей. Но это надо очень хорошо присматриваться и приближать его, чтобы разглядеть этот клей. Я думаю, что когда он надет на руке, то это не так уж и видно. Сильно он такой тяжелый, увесистый. По размеру небольшой. Я, как правило, стараюсь покупать браслеты, которые мне по размеру подходят. А у меня рука довольно тонкая. И обычно многие браслеты с меня падают. Я покупаю браслеты, которые мне не подходят по размеру. Иногда, когда они какие-то очень выдающиеся, очень замечательные, красивые. Такой бы я не стала, наверное, покупать. Если бы он мне не подходил. Потому что, в принципе, это, ну, ничего в нем такого нет. Он просто вот красивые камни. Вот. Но если бы он был какой-то подписанный, какой-то действительно старинный, винтажный. И не подходил бы мне по размеру. Я бы все равно его купила. А этот как раз мне и по размеру подходит. Я даже не знаю. Давайте, наверное, перейдем к каким-то брошям. А то я вам совсем ни одной брошки еще пока не показала. Так, огромная, великолепная, красавица брошь, которая тоже вызвала у меня очень много эмоций. Во-первых, она мне просто понравилась, да. Она действительно очень красивая. Прекрасная брошь. Шикарная. Ну, покажу вам сразу обратную сторону. Маркировок на ней никаких нету. Застежка. Вот такая, знаете, хорошая такая толстая иголка. Производит впечатление как будто бы даже винтажной. Длинная, большая игла. Хорошо сделанная обратная сторона. Я не нашла никаких маркировок. Подумала, очень странно. Потому что брошь такая, знаете, вот солидная вещь. Производит впечатление очень чего-то такого эдакого. И я, когда пришла домой и задала поиск в гугле, то точно такая, я вам сейчас поставлю картинку, я нашла точно такую же брошь Мане за целых 78 долларов, которая похожа как две капли воды на мою. Единственное, что обратная сторона броши Мане, во-первых, она маркирована, во-вторых, она выглядит по-другому. Вот посмотрите, видите, она, у нее другая брошировка, другой рисунок на обратной стороне, то есть по-другому сделана обратная сторона. А у меня вот такая вот, там такой, знаете, как брошировка, а у меня такой как будто бы бейтый металл. Ну, вы знаете, она произведет впечатление очень качественной, очень хорошей вещи. Я прям расстроилась, думала действительно, что это брошь Мане, но маркировки нету. И задняя сторона другая, а так, ну, прямо один в один, один в один. И сделана очень хорошо, прямо сделана очень качественно, вот прям как хорошая такая дорогая брошь. Размер огромный, я люблю большие броши на лацком, пиджака, жакета, на какой-то кардиган. В общем, она очень эффектно смотрится, очень классно. Жалко, конечно, что не Мане, но будем радоваться тому, что есть. Так, следующая брошь, тоже очень интересная и тоже, конечно же, винтажная. Почему я думаю, что, конечно же, винтажная? Потому что, если посмотреть на ее обратную сторону, то вот броши такими вот заклепками сделаны. Это, как правило, конечно, броши винтажные, 60-е, 70-е годы. И она, вот знаете, при такой ее лаконичности, она очень как-то выглядит благородно. Это такой серый жемчуг, ну, не жемчуг, конечно, под жемчуг. И интересно, что обычно кристаллы под жемч... Что я говорю, кристаллы? Обычно жемчужины, они круглые. А здесь, видите, сделаны такие, как будто бы, кристаллы такой вот формы. Как правило, такие жемчуга не бывают. Жемчуга обычно всегда круглая. Она в абсолютно идеальном практически состоянии. Немножечко есть некоторые повреждения и царапины вот на центральной жемчужине. Я думаю, что это, наверное, года 70-е, мне кажется. Оборотная сторона тоже очень в хорошем состоянии. Замочек такой небольшой. В принципе, брошь красивая. Выглядит она очень так благородно, красиво, интересно. Ничего подобного я не нашла. Ну, в принципе, не все броши маркированы. И не все броши можно идентифицировать, к сожалению. Я вообще думаю, почему, интересно, не ставили маркировку абсолютно на всех вещах винтажных, тогда, когда делали. Ну, они тогда не думали, что это будет когда-то тренд и войдет в моду, и все начнут покупать винтаж, охотятся за маркированными брошами. Вот, и поэтому, видимо, не ставили своей целью промаркировать все изделия, потому что вот не думали о будущем. Следующая брошь тоже очень такая, не маленькая. У меня вообще сегодня лот больших брошей. Ну, не лота, а мои находки. Находки больших брошей. Очень интересная, прекрасная брошь. Как раз на лето, как раз морская тематика, морская звезда. Почему-то зеленая, но почему бы и нет. Великолепно, шикарно сделана. Металлическая брошь с покрытием вот этим вот зеленым. Эмаль, наверное, я даже не знаю, наверное, эмаль. И она маркирована, вы знаете, вызвала у меня некоторые вопросы. Потому что маркировка, если вы видите, вот, Аксессо Крафт. И что меня смутило? Броши Аксессо Крафт довольно дорогие и продаются за очень хорошие деньги. Ничего подобного вот такого плана я не нашла. Потому что броши Аксессо Крафт, они немножко другого стиля. Очень много там у них геральдических крестов, каких-то таких брошей с кристаллами. И броши Аксессо Крафт, которые я нашла, они не маркируются просто Аксессо Крафт. Они маркируются Аксессо Крафт NYC. То есть Нью-Йорк-Сити. И у них по-другому маркировка расположена обычно вот таким вот полукругом. Аксессо Крафт. И внизу три буквочки NYC. Здесь же вот такая вот маркировка сделана вот так вот. Я думаю, что она более современная. Поэтому вот так маркировалась. Но я ни разу ничего не нашла. Ни одной броши, вот маркированный Аксессо Крафт вот таким вот образом. И без добавки, что это NYC. Не знаю, может быть, это уже Китай какой-то современный. Они перенесли производство. Знаете, не знаю, девочки, тоже жду ваших подсказок и объяснений. Но при всем при этом брошь довольно, ну такая, знаете, веселая, летняя, забавная, смешная, несерьезная, не кристаллы, ничего такого. А вот просто вот такая вот зеленая, зеленая морская звезда. Следующее украшение это колье. Необыкновенной красоты, я считаю. Купила тоже задорого, 8 долларов, 7,99. И оно маркированно, и вот по этому шилдику вы уже, наверное, поняли, 8 долларов отдала целых. Вот такая вот прекрасная красота. Вы знаете, я, у меня есть несколько, не одно колье, это Кора. Так, видно вам. Всегда показываю вверх ногами. Еще раз прошу прощения за мои ногти. Короче, Кора. И вот этот вот шилдик тоже он обозначает обычно, что это колье Кора. Потому что не всегда есть маркировка, но вот эта вот висюлька на конце цепочки, она как бы показывает о том, что это за марка. В прекрасном совершенно состоянии, абсолютно как новое. Я думаю, что оно или вообще никто его никогда не носил, или носили очень мало, потому что в нем совершенно все, абсолютно все в полном порядке. Такое впечатление... Ой, сцепилась у меня тут за мои броши. Такое впечатление, что оно как будто бы вчера было произведено. Но я думаю, что оно где-то, ну да, наверное, в 70-х, 60-х годов. Тоже не нашла ничего такого точно, но нашла похожее. Я вам тоже поставлю фотографии. Пытаюсь разложить красиво, чтобы вы посмотрели. Чтобы вас не отвлекали мои страшные ногти. Ай-яй-яй, никак не могу положить. Хорошо. Короче, нашла похожее. Они обозначены как где-то 50-х годов. Стоят они порядка где-то 30-40-50 долларов американских, как правило. Я покупала их канадских, заплатила вот 8 долларов. Не знаю, понимаете, очень трудно знать как бы год выпуска. А то, что пишут продавцы, это не всегда, всегда можно 100% доверять тому, что они пишут. Потому что, я знаете, на ютюбе иногда вот смотрю некоторых, тех, кто показывает украшения. Они говорят, что у них есть магазин на ebay, и они это продают. И они такую ерунду говорят, показывая свои украшения. Что даже я, человек, который особенно не является большим спецом, и то вижу, что они как бы абсолютно... Ну, в общем, то, что они называют винтажом, вообще не является никаким винтажом. То, что они называют, что это 50-е годы, даже я понимаю, что это не 50-е. Так что вот, очень трудно как бы доверять. Вот это же не эксперты, это люди, которые выставляют на продажу. А они как бы, ну, написали-написали. За бумагой стерпит, что называется, в данном случае интернет, ebay. Ну вот, тем не менее, оно очень красивое. Оно шикарно выглядит, оно шикарно смотрится, и очень мне нравится. Я от него просто в невероятном восторге от этого колье. Ну вот, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня был показ. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы останетесь со мной, если вы у меня на канале первый раз. Я надеюсь на ваши комментарии и подсказки, которые всегда очень полезны. И я очень много почерпнула из комментариев тех, кто меня смотрит. Большое вам за это спасибо. И всем спасибо за лайки, подписку, если вы у меня впервые. И если не впервые, то за лайки и комментарии. Всех люблю, всем пока из Канады. Пока-пока-пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.